Что у нас еще по вопросу? Александр спрашивает. Путлер меняет правила игры, объявив сегодняшние атаки на наши ТЭС. Ответка на атаки по их НПЗ и Портан. Это намек, что их надо прекратить, и они для них тоже болезненные. Ну, конечно, болезненные. Слушайте, вот эта вот история, вот мне еще, знаете, нравится, в таких ситуациях они любят говорить, что это удары возмездия. То есть, в чем манипуляция Владимира Путина? Да, в том, что для российских масс он как бы это позиционирует, что мы как жертва агрессии, что мы, что на нас напало. НАТО, Штаты и всякое такое. Но Штаты, к сожалению, еще не начинали и продолжают играть в эту игру. Типа нет эскалации, но тем не менее. Жертва агрессии. Смотрите, как это все будет продолжаться? Если мы не найдем военно-технический ответ, для того, чтобы защитить свои ТЭС, мосты и всякое такое, они будут валить то, до чего дотянутся. Ну, мне кажется, это понятно. И вот эти вот слова, что это ответ по ударам на НПЗ, по НПЗ. Сказать, что мы должны тут как-то комментировать это, сказать, типа, ну, можно, конечно, сказать, а зачем у нас напали в принципе? Зачем вы бомбили Киев, бомбите Харьков, Львов? Да все города. Вы думали, что будете только вы так поступать? Я, еще раз, вот меня тоже достает эта осторожная американская позиция, хотя любой генерал, тот же Чарльз Браун, он наверняка Байдену в овальном кабинете сказал, что дайте нам команду, мы сделаем так, что мы очистим Российскую Федерацию в европейской части на радиус 300 километров от всех летательных аппаратов. Вертолеты, даже эти агродроны перестанут летать. Но политика, вот она такая, какая она есть. Ну, не знаю, я, понимаете, очень сложно мерить судьбу конкретного человека, его ужас, иногда смерть и страдания с самой компанией, с войной и ее перспективой. Конечно, людям, которых убили в Харькове накануне, ну, им уже ничего не надо говорить. Ничего не надо говорить. И это трагедия. И никаких тут других, даже со словом соболезнования, ну, они, конечно, важны, но ничего не меняют. Но если мы говорим, а, и вы убили людей, да, и что, ну, хорошо, Путин получил этот оргазм свой, вот этот, а, выпил крови, типа, а, да, классно, а мне так это нравится. А кто сказал, что это приближает Рашу к достижению целей? А цель у них понятна. Уничтожить нашу страну. Так, что еще у нас? Роман, сегодня финал Лиги Чемпионов. Реал Мадрид, Баруся, Дортмурт. Так, ну, это важное сообщение. У нас тут не спортивный канал, не футбольный. Я, видите, я не за спорт, я уже за физкультуру. Бег, отжимания и гантели. Ну, и, конечно же, что надо делать? Правильно, качать жопу, извините, независимо от пола и возраста, и пресс. Я вам сейчас расскажу историю. Ну, тут невоенная тайна, что в Киеве отключают электричество частенько. Особенно вот сейчас это началось. Что недавно произошло? Я должен был в одном офисе, который располагается на 25 этаже, мне нужно было распечатать документик, он мне нужен был для военкомата, если честно. В связи с тем, что я хотел этот вопрос закрыть, мне говорят, подожди, когда электричество появится. Я сказал, что нет. Так как я годен к строевой и воинской службе, я делаю подъем. Я хватаю свое кофлу и начинаю забегать на 25 этаж. Добегаю до 10 этажа, смотрю, сердце за себе биение немножко участилось. Я думаю, надо как-то себя подбодрить. И начинаю так внутренне проговаривать такую, знаете, считалочку, такую мантру. Путлер, чтоб ты сдох. И пробегаю еще 5 этажей. Потом начинаю это повторять громче, громче, громче. И гляди, я уже на 25 этаже с экофло на плече, с легкой испаренной. И девушки, которые там работают, они говорят, ну ты, конечно, сильно хочешь получить этот документ. Это все подключается, документы печатаются, я спускаюсь. Ну и дальше вот мы тут встречаемся на стриме. К чему я это все... Что не надо терять оптимизм. Так. Вопрос еще. Атака наших дронов подачи Путина на Алтай. Это способ загнать бункерную крысу? Может лучше нанести такой удар по Останкино, по улице Правда? Или Москва-Сити. Ну, значит, что я вам хочу сказать. Во-первых, кто сказал, что на Алтае были дроны? Это вообще очень далеко. Это аж за Казахстан. Алтай, где эта дача находится Путина, которая якобы горела, об этом сообщалась. Действительно. Значит, это между Казахстан, границы с Китаем, маленький отрезок, и потом Монголия. То есть это хулиард километров, по большому счету. И мы туда не лупим. Да и вообще, бить по избушке Владимира Путина, какой у него там смысл? Когда столько НПЗ по пути. У меня завтра эфир на эту тему выйдет. У меня там спрашивали, Роман, а что вы думаете, я спроводу избушки Путина? А я им говорю, ну что, с этим, с Тувинским маршалом он уже там грибы собирать не будет. В одной палатке Владимир Путин уже барахтаться не будет. И, соответственно, да пусть горит. Может быть, маршал расстроился и сам поджег. Я Гидеминосу хочу сказать большое спасибо за донат. Такое впечатление, Гидеминос, что у нас с вами была возможность в Вильнюсе встретиться. И такое впечатление, что у нас есть с вами общие знакомые. При первой возможности, если вы тот Гидеминос, про которого я думаю, то мы эту оплошность обязательно исправим. Я был пару месяцев назад в Вильнюсе, получил массу удовольствия. Так, Иван Иванов тоже присылает донат и пишет романа. 38 АЗС Лукойл на США. Это богато? Это адские санкции. Ну, слушайте, Иван, вы же манулоу разу, это пытание задавало. Ну, что вы? Вы хотите, понимаете, я тоже хочу, чтобы не было русни. Вот чтобы не было, чтобы мы просто взяли и перекопали Черное море. Ну, там вот, где государственная граница. Есть реалии, которые есть. И мне нечего возразить. Я не проверял эту информацию по поводу 36 АЗС. Но вот поверьте, что торговля с Рашкой западного мира, если бы все ограничивалось бы 36-38 АЗС, то было бы очень даже неплохо. Там все, ну, жизненно всегда сложнее. Вот у нас там один наш очень известный доктор, он говорит, что я ненавижу Байдена за то, что вот он так медленно преподает нам оружие. Вот, что он, этот доктор у Димы Гордона любит проводить время на канале. И, а я такое думаю, ну, то есть, понятно, что, как бы, это вот из области простых решений. Я сразу подумал, а может быть доктору тогда, как это, взять бутылку водки и поехать к Байдену договариваться. К Путину же он хотел так договариваться. А просто, понимаете, в этом мировоззрении получается так, что, ну да, союзники, вот они медленные и такие, какие они есть. И, мол, они виноваты в войне. Ничего подобного. Ничего подобного. Это не так. Это просто не соответствует действительности. Так, что у нас еще наших дронов подачи? Так, это мы уже просчитали. Про буркин бункерную крысу. Так, это тоже здорово. Так, когда будет уничтожен Керченский мост, я не знаю, но все предпосылки для этого объективно есть. То есть, смотрите, начали мы фигачить по паромам и железнодорожным, и автомобильным. Это, вот я вот вижу какой-то задум такой хитрый военный. Тут, тут просто чувствуется, что какой-то генерал генерального штаба Збройных сил Украины, он говорит, сказал, что, ну, да, линии подвоза надо мочить. И можно начинать не обязательно с Крымского моста. Может быть, даже правильнее утопить паромы. Потому что их много. Потратить время какое-то на это надо. А потом Крымский мост. Не знаю. Я тут не сторонник играли в эту игру. Извините за эту автологию. это хайпово, конечно, дискутировать, когда мы уничтожим Крымский мост. Но я бы все-таки шел бы по-другому. Сначала атака, уничтожение, смерть захватчиков, а потом дискуссия и обсуждение. А не наоборот. Я даже, как человек, который работает со словом, стараюсь этим не злоупотреблять. Хотя не всегда получается. А когда начальники украинских спецслужб об этом говорят, что мы в будущем уничтожим. Мне это не нравится, честно вам скажу. Я считаю, что это как раз молчание золота. Сначала уничтожил российского захватчика, а потом расскажи об этом в слух. Ну и получи ордена и медали. Тоже все очень просто. Так, Василий Беган присылает донат и пишет из Чехии. Мы с вами дякую роману застрим. Взаимно. Кстати, я хотел рассказать такую вещь, она меня просто поразила. Мне из Чехии написал в инстаграм Андрей Лобан. И знаете, что мы не знакомы, но в конечном итоге Андрей собрал деньги и отправил в одну из бригад. Мы сейчас не будем называть номер ее. Вдруг это военная тайна. Просто передал вот такой прибор. Сейчас посмотрим, как это видно. Его уже доставили в Украину. Такой вот маленький экскаватор. Кто скажет, что он слишком маленький, но если учесть, что части воюют на переднем крае или там ближе, если есть возможность, согласитесь, лучше копать экскаватором даже маленьким, чем большой лопатой. Это я к тому, что люди, которые живут в Чехии, и не только в Чехии, ваша поддержка, она ощущается. Без этого, я, честно говоря, когда думаю о том, что бы нас могло ждать, то был бы уже здесь 1933 год. тот, тот, кто не убежал, тот бы уже жал своих детей. Извините за прямоту. Это называется назвать вещи своими именами. Россия, она по-другому никогда не поступала и не поступает. Вы видели, как выглядят наши военнопленные после обмена? 75 человек. Но смотришь на просто визуально на этих откомленных российских ублюдков и наших скелетов с павшими глазами и женщин, и мужчин. Честно говоря, если так будет продолжаться, я, наверное, впервые сделаю сам петицию на сайте президента. Я понимаю, что у нас там Красный Крест, все эти дела, нормы продовольствия, калорий, но, по-моему, этих пид... на российских захватчиков в плену борщом кормить больше не надо. Вот правда. Извините за... Это просто очередная иллюстрация того, что ждет всю Украину в случае продвижения российских захватчиков. Исключений не будет. Они захватили Мариуполь, взяли там кучу гражданских, кучу людей. полицейских. Результат какой? Тех, кого не обвиняли, те, где? В тюрьмах, в лагерях. То есть, это та же история с соловками. И пока есть Украина, а Украина была, есть и будет, у этих людей есть шанс вернуться. Вернуться домой. Что, найдутся какие-то дипломатические шаги, может быть, война когда-то закончится, может, мы Белгород сраный захватим, ну и потом скажем, что мы всех белгородцев меняем на наших военнопленных. Так уже тоже вариант может быть. Но вот в чем разница, допустим, этого голодомора 1933 года и сейчас, и судьба Мариуполя? Разница в том, что есть большая Украина и наши союзники, и мы вооружены и будем вооружены еще лучше. Если так будет продолжаться, у нас появится и Ф-35, и Звезда Смерти. Причем Звезду Смерти придумаем мы сами. Сейчас она в виде дронов различных модификаций, но факт остается фактом, что вот такой вот расклад. Цена просто жизни. Никто ничего не придумал. Можно или бежать, или защищаться. Я больше всего презираю тех, кто убежал и в конечном итоге говорят не защищайтесь, сдавайтесь. Вместе с Юлией Латыниной поют нам песни на тему, что вам в империи будет хорошо, мы всех не убьем только половину. Но нет, ребята, руссо-нацистов так не пойдет. И вот стейт Юэй пишет, пана Романа, пытание до вас. Як бы у вас выпало на годы взято участь с треми с хорошими русскими, як це було слатынина и портников, то с кем вам було потекало дискутуватый? Да я, вы знаете, вот когда работал в Москве, то есть это тоже была спорная история, но я, мое мнение, оно не колышется от того, где и с кем я говорю. Вот правда. Ну, просто оно всегда одинаково, может быть это скучно, но я действительно много раз в Москве повторял фразу, любой гражданин России, независим от юридического статуса, который пресечет границу Украины с оружием в руках будет убит как бешеная собака. Ну, что тут не так? Поэтому искать себе собеседников, но с точки зрения развития ютюба, это крутые вещи, но имеется ввиду дискуссия, вставки, короче, это трафик, как результат деньги, популярность и всякое такое, ну, такой бизнес этот, считайте, что это вот, говорю вам просто, ну, как оно есть, это эмоции людей, а все, кто работают со словом, я же работал в новостях очень много, что рассказывал, за счет чего живет телевизор, он питается эмоциями, и в этом плане, наверное, я даже рад, что я хожу два раза в неделю на 24 канал, и всегда говорю только то, что я хочу, мне не надо, у меня там есть ухо такое, как на взрослом телевидении, там наши видеоинженеры и редакторы, они там подсказывают, что там, в какую камеру смотреть, потому что я иногда путаюсь, но никто не модерирует мои мысли, нету такого, что а вот этого не говорите, потому что это, потому что я не знаю, это политика канала, или этих мы не обижаем, или еще что-то, вот и все, и с точки зрения журнализма и слова, это и есть свобода, вот я, а некоторые вещи я выпускаю, это правда, я не всегда уверен правильно ли это делать, но в вопросах войны и мира наверное все-таки правильно, дальше посмотрим, это это украина здесь тайн нету секретов, все все прекрасно знают, вопрос только в том, что все все знают, но у некоторых людей, у них как это их отношение к людям, которые принимают те или иные иногда преступные решения или не принимают их, от этого не меняются, потому что они им нравятся, но это извините отрывшка демократии, других вариантов нет. Так, Юра Кириенко спрашивает, как вы думаете, вернется ли Зеленский в Украину из мирового турнея до начала саммита 15-16 июня? Я графика президента не знаю, это не имеет значения, как это ни странно, то есть до саммита еще две недели вероятность того, что он вернется как мне кажется 99%, потому что у него нет большой срок, то есть президент у нас глава, он верховный главнокомандующий, вообще-то главный дипломат, если нам это поможет, то на то он и президент, чтобы путешествовать сейчас глава государства в Сингапуре, так что тут сама фраза вернется ли, она как бы так звучит в таком ключе, что он может не вернуться, а какие варианты? У нас нет предпосылок, чтобы повторить этот маневр Януковича. Это просто такая формулировка, мне кажется, Юрий, у вас не самая удачная. Ну, то ничего, мы же совсем разберемся. Так, и вопрос от Юры, разбомбят ли оккупанты всю нашу энергосистему и туннели до конца июня? Почему до конца июня? А может быть, я не знаю, критерием будет следующее, наличие электричества в моем и вашем доме. Да, именно так, другого источника не будет. То, что там сказали, туда прилетело, местами прилетело и попало. Как попали сегодня, я не знаю. вот у нас же тоже есть такая тема, как это, что россияне разбомбили все. Все или не все, вот критерий я вам назвал. Так, что это, до конца июня я бы сформулировал это. Давайте не ссать. Ну, правда. Мы так много уже прошли, что не имеет смысла этого делать. если что-то разбомбят, знаете, какой будет момент? Будет пауза некоторая в принятии ситуации, а потом будет развиваться вот это, то, что называется малое энергопроизводство. Там какое-то другое слово, то есть будут небольшие тесты, небольшие станции, а все будет миниатюрненькое и, соответственно, которое невозможно разбомбить ударом. А если куда-то попадет, то и цена этого оборудования будет значительно меньше. Вот так вот оно будет. Тренд понятен. То есть после войны понятно, атомные станции будут на первом месте, восстановление и так далее. Она в военный период. Это диверсификация и как это не укрепление, а наоборот. Ну, по-моему, это все очевидно. Так, мой любимый Сашко секс-гигант. Надеюсь, вы тут без этих всяких там супер пошлых сексизмов. Мы же с вами коллеги. Вы секс-гигант, я секс-гигант. Здравствуйте. Надо будет прийти на работу на 24-й канал, где тяжко пройти два раза в неделю, прийти и сказать Катя, привет. Я секс-гигант. Ну, и посмотреть, как она на это отреагирует. Вы чул еще моя Китя Бринг, то есть посол Соединенных Штатов Украины, ездила в Агайо, говорит про Украину. Вам подобаются инициативы, то может так работать счастейше. Вы чул еще Бриджит Товарищук в один день народ Бриджит Товарищук Знаете, у меня день на рождение в один день с Петром Алексеевичем Порошенко, но это никаким образом не делает меня обладателем шоколадной фабрики. Считайте, что это совпадение. Хотя я, конечно, считаю, что на люди, рожденные 26 сентября, они не являются моими самыми большими подлюками. Кто-то после этих слов скажет «А, ты парахобот?» Нет, я цимболюк работ в данном вопросе. Что касается инициатив ВАГА и вообще, мы же с вами говорили, дорогой Сашко секс-гигант, послы, они не являются самостоятельными игроками. Они исповедуют ту политику и внедряют в жизнь ту политику, которую заявляет президент и, соответственно, глава Госдепартамента. А у секретаря Госдепа кто начальник президент Соединенных Штатов. На данном этапе это Джозеф Байден. Я всех благодарю за то, что вы провели со мной этот стрим, послевав и за донаты, и главное за внимание на самом деле. Еще раз, никаких 2-3 недели не будет. Может быть, будет 2-3 года. Может быть, мы всегда теперь будем жить в таком раскладе. Наши еврейские друзья израильтяне живут так и построили прекрасное государство, которое является местом, убежищем для всех евреев. А у нас, украинцев, убежище может быть только здесь, в Украине. Поэтому, хотел сказать, оптимизм. Да нет, давайте, а, здравый смысл, холодный взгляд, людь и помощь сбройным силам. Я вам не хвастался, мне тут какой-то просто опа. За два дня мне пришло две подяки. Если честно, не заслужено, вот правда. В части сбрасывались мы на всякие там штучки вместе, подяка пришла только мне. 18-я славянская бригада. Веди меня особого склада за ваш внесок в перемогу Цимбалюку Роману Володимировичу, тобто меню. Ваша діяльність показывает світову правду про борьбу Украины зі злом. Командир бригады полковник Геннадий Куций. Дуже крутой командир. Просто со своей стороны могу завершать сказать только одно. Нет никакого информационного фронта. Это называется информационный тыл. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Украина была и будет. До зустріч.